приветствую всех на канале мотковод с вами я юбак игорь мы любим уже на машенька машенька при сегодня 4 июня мы решили снять ролик подвести итоги о недавнейшнем ролика недавно мы проводили опрос о том что порода карпатка чтобы оценили пчеловоды породу карпатку как или рабочую пчелу или нерабочую и что в итоге получилось получилось что 92 процента активных зрителей оценили породу карпатка как рабочую хорошую пчелу которая работает который все всех устраивать и все у них замечательно 8% активных зрителей, конечно, оценили породу карпатку как непутевую пчелу и тому подобное. Что с этого можно взять, друзья? Тут не будем мы доказывать кому-то что-то, но тут факт остается на лицо. Тут можно понять одно, что пчела карпатка занимает основной массив всех пчел в постродянском окружении, так как основная часть карпатки расходится в эти круги. Все же остальные породы имеют место быть, они работают, они есть, но их в процентном соотношении меньше. Нежели карпатки. Так что на этом и закончим, так как философствовать, почему так, не вижу никакого смысла, так как там писали мне в комментариях, что будущее за Бакфастом и тому подобное. Друзья, Бакфаст не первый день на Украине, его уже довольно долго, есть о нем как и позитивные, так и негативные отзывы, так и как о карпатках. И также точно, друзья, матководы касаются каждому, как каждому из нас есть негативные отзывы, как ко мне, как к вам и как каждому другому. Так что не надо тут рассказывать, где там, кто там в интернете написал, что у кого-то матки, как любят писать под другими видео, под чужими, что кто-то там где-то сказал, что у матковода плохие матки. Я осознаю, что я продаю, не, даже не, я осознаю то, что у меня попадается брак. И я единственный, наверное, из матководов, который это осознает, потому что все остальные у нас продают только элитных, только не кусачих, только не роящих и только всем остальным подобное. Но мы же осознаем, что брак в любом случае попадается. Он может включаться не только в процессе вывода, он может во всех этапах производства этого продукта. В выводе, в транспортировке, в подсадке, в мечении, в ложении ее в клеточку, в эксплуатации в дальнейшем. И факторов очень много, и тут не надо зацикливаться, потому что как бы ни старался человек, конечный покупатель ее может просто-напросто прийти, вот так положить ее на улей, тут открыть, попытаться найти рамочку, туда засунуть, солнце на нее 3 минуты посветило, все, она сварилась. Она начинает ложить яйца, но она уже никуда не годится. Так что, друзья, я это осознаю, я это понимаю и особо понимаю, что с этим ничего поделать нельзя. Надо стараться делать как можно лучше, и тогда так и будет получаться. Также, друзья, хочу отметить то, что, ну, в комментариях писали к тому ролику, о, возьми себе такую породу, забудешь за все. Друзья, ну, хватит уже, я не знаю, ну, как так можно много в сказки верить? Уже взрослые люди, а что-то не перестаете вы в сказки верить. Совсем надо работать, друзья. Вот, вот это все будет зависеть от вашей пасеки, от вашего всего, при чем тут пасека? От вашего дома, двора, жены, детей, работы, состояния и всего остального. Что бы вы туда не засунули, если этими двумя вы ничего делать не будете, ничего у вас не получится. Еще что хочу отметить? Хочу отметить то, что тоже мне сказали, о, возьми такую породу, будет все хорошо. Друзья, смотрите, я в своей уже практике понял единственное, что основной косяк, где можно допустить при выводе маток, это в самом выводе. Ну, я имею в виду, что к чему больше надо относиться с большим, как бы сказать, вниманием? К облету матки или к выведению? Я склоняюсь к тому, что больше акцент, больше внимания надо удалять на самый вывод маток. А почему я так беру утверждать? Да просто-напросто. Смотрите, друзья. Матка и пчела начинаются с одного и того же яйца, с одинаковых яиц, скажем так, что пчела, что матка. Но при разном условии ее вывода, этого яйца, может получиться две абсолютно разные существа, скажем так. Пчела и пчелиная матка. И если не додержать какое-то определенное условие для того, чтобы из этого яйца вышла полноценная матка, а их там очень много, кормление, температура, влажность, состояние рабочей семьи, так как семьи в разных состояниях выводят по-разному матки. И много очень факторов приведут к тому, что матка-то родится, но у него чего-то будет не хватать. В итоге потом, пускай вы бы взяли, я не знаю, там яйцо вот с матки, с такой короной, а вывели ее непутевой, что у нее просто-напросто не хватает организма, чтобы продуктировать дальше что-то. Соответственно, надо уделять внимание больше выводу. А после того, как вы ее поставили в нуклеус, друзья, тут уже дело случая. Облетелось, есть ли там птичка, нету там птички, которая съест. Трутини, трутини, то такое, он всегда есть. Тем более, кто занимается матководом, у него, ну, не одна семья. У него как минимум должно там быть 50, 100, 200 семей, потому что... А в том количестве семей трутини уже настолько много, что говорить о недостатке трутини вообще нет смысла. Так что, друзья, больше акцент надо ставить в выводу, и будет все, я думаю, хорошо. По поводу, еще был такой вопрос, можно ли прожить с пчеловодством. Друзья, ну, тут тоже вопрос такой, знаете, непонятный. Можно ли прожить с пчеловодством? Можно прожить с пчеловодством, но если вы будете жить с пчеловодством. Если вы будете, ну, разрываться между бумагами и зайцем, не получится. Потому что пчеловодство, это не есть такой большой рентабельный бизнес, который позволит возле себя еще заниматься каким-нибудь другим делом. Нет, он не позволит, потому что он заберет все свободное время у вас. Ну, если вы хотите с него жить, соответственно, вам надо отдать все свободное. Да и какое свободное? Все время, которое только у вас будет. Вот смотрите, мы сейчас находимся на стройке. Мы строим тут дом. Не для себя дом строим. Мы строим тут дом для того, чтобы мы обслуживали эту пасеку. Мы строим дом под пасеку. Потому что, когда мы живем в другом месте, а у нас тачок где-нибудь в другом, это приносит определенные неудобства. Из-за чего на что-то не хватает времени, что-то недосмотрено, что-то недоделано, что-то не получается. Мы, вот, например, в этом году решили для себя заняться стройкой, там уже как получится. Ну, дальнейшие наши планы достроить дом для того, чтобы можно было скоротить один наш тачок. Потому что, если, ну, он нам не нужен будет. Если мы будем жить прямо на пасеке, мы сможем скоротить пчелиные семьи для того, чтобы, ну, и в конечном итоге получить тот же результат. Так что, друзья, можно прожить пчелы? Можно, но в нем надо жить. Вы должны быть постоянно в нем, о нем думать, планировать свое, ну, свои действия. Так как по-другому не получится. По-другому не получится. А если уже вложитесь в него все свое, все свое свободное время. Я за 10 лет практики, 11, пасху ни разу не встречал, так как она как раз припадает на мой активный сезон. После того, как мы с Машенькой начали жить, у нее день рождения тоже попадает на наш активный сезон. Она уже за 4 года ни разу не имела своего день рождения в день рождения. Так что, друзья, это такое. Так что, можно прожить, но надо работать. По поводу породы Карпатки, вот так оценили зрители. 92% зрителей соглашаются с тем, что порода Карпатка хорошая, рабочая пчела. 8% не соглашаются. Кто-то утверждал, о, это зрители твоего канала, основная часть Карпатчиков. Я только этим буду, друзья, гордиться, если это так. Потому что, если около 50 тысяч активных пчеловодов, которые подписываются на канал и смотрят, и это Карпатчики, я только этому буду рад, так как это, ну, о чем-то-то говорит. О чем-то-то говорит. Потому что на некоторых каналах, где не Карпатчики, там есть поменьше подписчиков. Ну, ладно, это такое. Все, друзья. Так что, будем заниматься, будем работать, будем дальше выводить, показывать, как выводим, рассказывать и тому подобное. А решать каждому самому. На этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал. С вами классный, кому нравится. Дизлайки. Все, всем пока-пока.